МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представителей ООН не будут пускать в Израиль. Российские военные отказываются воевать, а россияне стреляют по АЭС. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире НЕХТА самое важное и интересное новости. Новые сказки старого министра Шойгу снова преувеличивают. Сбили 24 самолета. В ВСУ создан батальон «Сибирь», который состоит из добровольцев россиян. Кто именно будет туда входить? Я хочу на независнемности для своей республики. Венгрию никто силой не держит в Евросоюзе. Будет ли она оттуда выходить? Спасибо, что смотрите. Спасибо вам за доверие. Не забудьте поставить лайк, не забудьте оставить комментарий, не забудьте подписаться на наши каналы. Это несложно, всего несколько секунд, но наша аудитория увеличится, и это видео увидит как можно больше людей. Поехали. Шойгу съездил к своим подчиненным оккупантам, попытался поднять боевой дух и попросил обеспечить войска зимней формой и обувью. Приехал он на юго-восточное направление российского наступления, как говорят, на передовую. Сбили 24 самолета за 5 дней. Сегодняшняя жизнь, сегодняшняя обстановка говорит о том, что у врага все меньше и меньше возможностей, и меньше их становится благодаря исключительно вашей боевой работе. Шойгу тем самым сделал комплимент украинскому оборонно-промышленному комплексу и украинским летчикам. Так быстро делать новые самолеты после полного уничтожения всех старых – просто чудеса авиации. Один из российских прилетов минувшей ночью пришелся в район Хмельницкой АЭС. Повреждены окна в двух корпусах Хмельницкой АЭС – административный и лабораторный корпус. Об этом говорят в Министерстве энергетики Украины. Опасности для энергоблоков станции пока никакой. Россияне говорят, что подняли флаг над Авдеевским терриконом. Ну, то есть, теоретически поставили флаг на самой высокой точке в этом районе. Но на видео и фотоматериалах только флаги людей нет. Может, как в американском футболе поставили флаг и убежали? Я не могу это рассматривать именно как захват Авдеевского террикона, поскольку флаг могла поставить небольшая группа задачи, которая была просто добраться до вершины террикона любой ценой и вставить эту палку с тряпкой в любом удобном месте. Ну, в принципе, мы и видим, что он вставлен недалеко от края самого же террикона, с его восточной стороны. Поэтому можно так себе и представить, что эта группа каким-то образом добежала, вставила и убежала. Позиции там обустроенных нет. Какого-то огневой точки аналогично нет. Ничего, кроме флага. А потому говорить о том, что они сейчас контролируют террикон, нет. Ну, пускай разместят там свои подразделения. Мы посмотрим, чем это все закончится для них. А в чем важность этой местности и зачем необходимо брать этот террикон, и можно ли его вообще удержать? Дело в том, что террикон – это очень удобная, действительно, такая позиция, высота для наблюдения, контроля целиком сейф-дельки. Это если смотреть со стороны российских оккупационных войск. С другой стороны, если смотреть со стороны силы обороны Украины, это удобная точка для наблюдения всей логистики, всех подъездов, всех подходов к самой Абдеевке, ее восточной части, северо-восточной даже части. Но когда террикон является серой зоной, это означает, что размещение там любой позиции, любого там подразделения смертельно опасно, потому что туда сразу же что-то прилетает. И вот сейчас террикон, как очень удобная высота, это именно серая зона. Там закрепиться практически невозможно, поскольку это не без каких-либо насаждений, например. Там нет лесных насаждений, какого-то леса, укрытий и тому подобного. Это просто нацепи с отработанных материалом в ходе добычи угля. И фактически нахождение там возможно только в исключительных случаях, когда не ведется активная боевая деятельность. Российские военные тем временем отказываются ехать в Абдеевку. Сначала 150 человек привезли в Воронеж из подвала в оккупированном Зайцево, где их удерживали за то, что они отказывались воевать. Из Воронежа их должны были перебросить в Ростов, а оттуда в Абдеевку. 30 человек остались в Воронеже и отказываются куда-либо ехать. Об этом пишет канал «Можем объяснить». Мы стоим тут. Нам предлагают какое-то оружие брать. Вообще не наше, старое, пользованное. Мы отказываемся. Мы не сядем в самолет. Ждем военную прокуратуру. Остальных в Ростов уже перебросили, забрали телефоны, вещи и личное дорогое снаряжение. Об этом говорят родственники солдат. Ну, в принципе, правильно, если отправят на штурм в Абдеевку, чего дорогое снаряжение переводить. Израиль не будет выдавать визы представителям ООН. Все из-за слов генерального секретаря организации об оккупации Палестины. Из-за его высказываний мы будем отказывать в выдаче виз представителям ООН. Мы уже отказываем в виде заместителю генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу. Пришло время преподать им урок. Постоянного представителя поддержали почти все министры израильского кабинета. Вот, допустим, что сказал министр иностранных дел, ну, как бы главный дипломат Израиля. В данный момент нет двух сторон. Есть только одна сторона, которую нужно поддерживать, как и перед агрессией ИГИЛ. Поэтому я решил отменить свою сегодняшнюю встречу с генеральным секретарем, поскольку нам нужен ясный и громкий голос в отношении того, что произошло. Мы здесь для того, чтобы сказать «никогда больше». И я хотел бы поблагодарить все страны, которые пришли поддержать Израиль. Президента Байдена, канцлера Шольца, президента Макрона, премьер-министра Мелони и многих других, которые понимают, что мы боремся за Израиль. Но мы также боремся за весь свободный мир. А что ж такого, сказал Антонио Гутерриш? Он считает, что ужасные атаки Хамас были не на пустом месте, а после десятилетий удушающей оккупации Израиля. Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем в Газе. Позвольте мне внести ясность. Ни одна сторона в вооруженном конфликте не стоит выше международного гуманитарного права. Важно также признать, что атаки Хамас произошли не в вакууме. Палестинский народ подвергается удушающей оккупации уже 56 лет. Его земля постоянно застраивается поселениями. На ней творится насилие, экономика задыхается, люди перемещаются, а их дома разрушаются. Их надежды на политическое решение своего бедственного положения исчезают. Теперь появится лишний повод для критики Израиля из-за уровня дипломатии в ООН. И теперь постпред Израиля в организации требует отправить Гутерриша в отставку. Венгрию в Евросоюзе никто не держит. Продолжаем с дипломатией и резкими заявлениями. В прошлых выпусках мы говорили о заявлениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что членство в Евросоюзе – это жалкая пародия на советскую оккупацию. И ответ ему не заставил себя долго ждать. Жозеп Боррель, главный дипломат Евросоюза, говорит, что никто не держит Будапешт в Евросоюзе. Я помню Будапешт 1956 года с русскими танками на улицах. Мне было 9 лет. Так что он должен знать, о чем говорит. Но, честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и тем, что сейчас происходит в Берлимоне. Я не видел танков в Берлимоне. Я не видел боевых действий. Никто не обязывал Венгрию вступать в Европейский Союз. Это свободный выбор. Украинской армии создали батальон «Сибирь». Он полностью укомплектован россиянами, и о нем уже написал Блумберг. Входит он в структуру Главного управления разведки, является составляющей Международного легиона при ГУР, Главном управлении разведки, Минобороны, а также входит в структуру Вооруженных сил Украины. И от других добровольческих формирований из россиян отличается именно этим, тем, что является частью регулярной украинской армии. Я не хочу быть соучастником тех страшных преступлений, которые моя страна творила и внутри, и, что еще более страшно, массово вовне. В частности, убивая тысячи украинцев, не жалея ни женщин, ни детей, ни стариков. Организую системные пыточные, бомбя, скидывая бомбы на жилые кварталы гражданских. Я не хочу быть этому существенным, хочу этому прямо противостоять. Среди добровольцев в этом батальоне есть якуты, буряты, и скоро, как говорит представитель украинской разведки, они отправятся в бой. Мы уже устали от этого, просто-напросто, поймите нас. Мы живем бедно, у нас все забирают. Мы даже не газифицированы элементарно. Сколько можно его верить? Россия, она как была в Царской, как была при СССР, так и осталась сейчас при Путине. Мы уже устали от этого. По мне, так я устал от этого, просто-напросто. Зависеть от нее. Я хочу независимости для своей республики и решать свою судьбу сам. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, хочу знать все, что вы думаете, и хочу видеть вашу реакцию. И хочу, чтобы вы подписались на наш канал. Это несложно, займет у вас всего несколько секунд. На этом все. До встречи и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин